Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают что люди из партии «Воля» призывают молиться владыке Майнтреи. Она и другие телезрители просят объяснить, что это все значит. А вот Рязанка Татьяна говорит как раз о том, что все средства массовой информации только и говорят о приближающемся конце света. Как к этому относиться? Вы знаете, конечно, хотелось бы поблагодарить все средства массовой информации за то, что они людей призывают быть всегда бдительными. Но вот, к сожалению, переборчик произошел. И даже вот в этом, казалось бы, благородном таком деле, конечно, друзья, мы все идем к такому моменту истории человечества, когда мир прекратит свое существование, имеется в виду жизнь на Земле. Когда это будет? Но никто не знает об этом. Этот вопрос волновал всегда всех людей, волновал и даже тех, кто видел Христа Спасителя, общался с Ним на Земле. И даже они задавали ему этот вопрос. И он ответил на этот вопрос. «О дне и часе том не знает никто. Только Отец мой Небесный, — говорил Иисус Христос. Даже ангелы не знают об этом конце, когда этот наступит конец жизни человеческой на Земле. Не конец света. Как я часто в этом случае вспоминаю одного священника, он говорил, конца света никогда не будет. Будет конец тьмы, а конца света не будет. Свет божественный и жизнь божественная, и душ человеческий будет вечно». Идет речь о конце существования истории человеческой жизни на Земле. Да, действительно, мы все идем, приближаемся к этому страшному моменту. Когда он будет? Ну, никто не знает. Даже ангелы не знают. А то, что сегодня призывают некоторые, как вы говорите, люди из партии «Воле», ну, во-первых, надо знать, кто это призывает. Конкретно вот знать этого человека, что он из себя представляет, можно ли ему доверять или нельзя доверять. Теперь призывает молиться владыке Майтрею. Вы знаете, я очень часто говорю, может быть, меня кто-то и осудит за грубое сравнение, но я часто говорю, знаете, пока будут лохи, будут лохотронщики. Знаете, вот такое вот уличное или публичное выражение, да? Пока будут люди падки вот на такие сенсации, пока будут люди, не имеющие базовой основы понятия жизни человека на Земле, пока люди будут необразованными в вопросах духовных, будут те люди, которые будут издеваться над неграмотными в духовных вопросах людьми. И поэтому мы именно с вами отвечаем на многие вопросы, чтобы хоть как-то дать людям понять, как учит православная церковь о жизни человека, о том, что нас ожидает, о том, что ожидает души человеческие. Православная церковь дает на все, абсолютно на все вопросы. Евангелие дает ответы на все абсолютно вопросы. А те, кто не сведущий, но падок на какую-то сенсацию, они попадают в лапы или в руки этих людей, которые манипулируют сознанием людей. А что касается так называемого владыка Майтрей, вы знаете, я посмотрел на их страницах в интернете, и, вы знаете, однозначно могу сказать, здесь просто, вы знаете, вот так ярко выражена клиника. Клиника самая настоящая. А о конце света и об этом владыке. Шизофрения, вы знаете, самая настоящая. Другого я просто сказать не могу. И пока люди будут падки на эти сенсации, склонны к каким-то переживаниям подобного рода, то они будут попадаться в сознание этих или в руки этих людей, которые манипулируют сознанием. О конце света и о пришествии, втором пришествии Христа Спасителя, конечно, говорят многие. Но я иногда в беседе со своими знакомыми говорю, что, знаете, я видел в Троице Сергея Лаври Иисуса Христа. Вот когда учился в семинаре, я видел Иисуса Христа, и вокруг него шли жены-мироносицы. Но это шествие продолжалось, пока не приехала служба 03, пока их всех туда не загрузили, не увезли в соответствующее место для лечения. Больные люди, несчастные, это несчастные больные люди. Но кто-то играет на этом. Я помню, в Нью-Йорке ко мне подошла одна молодая женщина после службы в нашем сестричестве. И попросила, чтобы я пригласил всех священников, потому что она хочет что-то им сказать. И когда я ее стал спрашивать, скажите, о чем вы хотите поговорить с нашими священниками? Я должна им сказать что-то. Вы читали Евангелие? Я говорю, читал Евангелие. А что там вас заинтересовало? Или о чем вы хотите сказать? Она говорит, помните, Иисус Христос проповедовал в синагоге? И когда он раскрыл священное писание, то стал читать, что наступит время, когда придет Мессия. Так вот, настало это время. И я говорю, и что вы хотите сказать? Она говорит, это я и есть Мессия. Я должна сказать священникам вашим слово. Я ей говорю, слушайте, у меня к вам один вопросик. Вы сами покинете наше представительство или вызвать полицию? Она говорит, сразу полицию, сразу полицию. Ну ладно, уйду, раз не хотите. Вы знаете, и больных много, и шизофреников много, и несчастных много, психически больных людей, да, и много шарлатанов. Поэтому, друзья мои, ну ведь церковь предлагает нам, как надо встречать Иисуса Христа в его второе пришествие. А давайте не будем даже церковь говорить дожидаться этого момента, потому что для каждого человека смерть – это и есть окончание жизни человеческой на земле. Больше душу человеческую ничего не интересует на земле. С последним удара сердца прекращается жизнь человека на земле. Вот это во второе пришествие. А с чем вы туда пойдете? А с чем вы встретитесь там, со Христом? Или вы вообще встретитесь ли там с Ним? Вы правильно верите? Вы правильно исповедуете свою веру? Вы правильно живете, как учит церковь? Вы правильно провели жизнь? Если вы провели свою жизнь в соответствии с Духом Евангелия, то вам, конечно, это будет радостная встреча для вас. Вы, конечно же, встретитесь с радостью Христа, потому что у вас огромный будет багаж духовных дел, ваших добродетелей, чистота сердечная. Вот вы с этим духовным багажом и встретитесь со Христом. А если вы проводите свою жизнь только в своих плотских удовольствиях, в страстях, бушующих в сознании и сердце человека, если вы проводите жизнь в своем удовольствии, проводя ее развратно, разгульно, ну, конечно, для вас это будет страшная встреча и страшное явление. Поэтому не ждите этого момента и не верьте всем этим проходимцам, которые называют конкретные даты конца света. Вы помните, ведь мы в этом году уже говорили, весной обещали и в марте обещали конец света. Вы помните, и в прошлом году неоднократно объявляли. Эти проходимцев много. Не верьте им, друзья. Верьте Евангелию. И проводите жизнь благочестиво, праведно, свято. Совершая дела, добра, любви, милосердия, вам тогда не страшно будет, даже если действительно придет Христос Спаситель. И вам тогда будет не страшно его встретить. Таким багажом духовных дел и духовного богатства. Ну, так я продолжу тему, может быть, вопросом, который нам прислали из Краснодара. Любовь, 72 года. Вот уже 30 лет читает книгу «Семь тайных молитв Энхеридиона». Энхеридиона до сих пор не знает, что это за молитвы, просит вас объяснить. Вы знаете, это история самой серии, что называется. Вот это такие же шизофреники-проходимцы. Простите, что их так сразу называют. Но другого просто нельзя сказать в их адрес. Опять-таки они используют малую грамотность нашего народа в духовных и религиозных вопросах. И вот эти... Вы знаете, я смотрел эти молитвы. Но, вы знаете, глупостью это назвать нельзя. Вы знаете, вот какой-то винегрет. Видимо, кто-то собрал что-то из православных молитв, что-то из Евангелия, что-то из ветхозаветной истории. Но такой колабур, такой винегрет. Вот. И, ну, рассчитан на каких-то просточков и просто неграмотных людей. Вот и все. Не читайте вы эти молитвы. Вы понимаете, церковь наша, она имеет двухтысячелетнюю историю. Это огромнейший опыт. И это не просто время. Это благоприятное время для огромного количества подвижников благочестия, святых людей, которые молились, жили по Евангелию, жили так, как учат церковь, достигли святости. И церковь ведь не просто так причисляет клику святых людей, живших на земле, а только тех, которые особо отличались от всех живущих, через которых действовал Господь, проявляя особое милосердие. Это проявлялось в их особых дарованиях и прозорливости, чудотворениях. Вот эти люди действительно достигли такой святости, что через них уже Господь вот так вот действовал в этом мире. И их опыт молитвы для нас является, я думаю, прекрасным примером для подражания. Так вот, в наших молитвословах изложены эти молитвы, так, как молились святые люди. И церковь поэтому говорит, друзья, если хотите достичь святости, вот вам образец, как надо молиться, чтобы достичь святости. Вот вам образ жизни наших святых, как они жили, учитесь, как они делали добрые дела, как они жили, как они воздерживались, как они боролись со своими страстями. Вот их образ жизни. Следуйте этому примеру, и вы тоже станете святыми. Поэтому в наших молитвословах изложены те молитвы, которыми молились святые, подвижники благочестия. А вот эти семь молитв, вы знаете, это такой винегрет, и коламбур такой там собран, что я бы просто даже в руки брать не надо эти молитвы. И не молитесь бы этими молитвами. Коламбур самый настоящий. И все вот эти владыки, так называемые Майтреи и ему подобные, и вот эти семь молитв, кто составлял, ну, друзья мои, посмотреть надо просто на них. Вы знаете, ну, проходимцы, вот и все. Больше другим я как-то их не охарактеризую. Спасибо. Ну и другие вопросы наших зрителей. Начнем с рязанских звонков. Евгения, 63 года. Пьянство губит русский народ. Вся надежда на церковь. Почему бы священникам не ходить по семьям, где есть алкоголики, и помогать им избавиться от этой беды? Вы знаете, Евгений, конечно, это действительно трагедия. И мы об этом уже многократно говорили. Это действительно трагедия. Это алкоголизм. Это наркомания. Сегодня еще игромания. Это действительно страшное явление в жизни нашего общества. Ну, и бороться только таким методом, чтобы священники ходили по домам и призывали этих людей. Наверное, это не будет действенно. Вот. Но вы знаете, мне доводилось ведь тоже общаться и с алкоголиками, с пьяницами. Вот. И я очень часто вот сам себе задаю вопрос, сам себе отвечаю на этот вопрос. И вам хочу сказать, а вы попробуйте спросить у алкоголика, болен ли он? Вот чем ему надо помочь? Ну, он вам скажет, дайте очередную дозу. Наркоман скажет, дайте мне очередную дозу, чтобы я укололся алкоголем. Скажет, дай мне еще бутылочку, и у меня все будет нормально. Игроманией, кто заражен, тому просто дайте аппарат, он будет продолжать играть, и все. Они же не больные. Вот в чем беда, понимаете? Мы говорим о том, что алкоголизм, наркомания, игромания – это болезнь. Это нравственная, духовная болезнь человека. И ее можно излечить только в том случае, если человек поймет, что он болен. Вот когда он поймет, что он болен, да, тогда нужен ему врач. Если человек поймет, что он погибает, тогда ему нужен спаситель. А когда он не погибает, зачем его спасать? Когда он не болен, от чего его лечить? Я с одним разговаривал, он говорит, это вы все больные. Я нормальный человек. Хотя видно, что это алкоголик. Он говорит, я нормальный человек. Чего меня лечить? Ты мне лучше дай еще бутылочку. У меня будет все прекрасно. И священникам ходить по домам и уговаривать их, то есть людей больных алкоголизмом, прекратить пить, но это будет неправильно. Мы уже говорили неоднократно, здесь должна быть комплексная программа. Вы понимаете, на уровне государственном должно быть этот вопрос решаться или обсуждаться. На уровне государственном должны быть какие-то программы, которые должны были бы ограничить, во-первых, рекламу. Реклама и в средствах массовой информации, употребление спиртных напитков и наркотиков, и игр, и всех развлечений. На уровне государственном надо ограничить ввоз, допустим, контрафактного алкоголя, от чего очень много людей травится и погибает. Профилактические какие-то надо проводить, может быть, мероприятия по профилактике злоупотребления алкоголя и наркотиков. Это надо делать с самого раннего возраста. И воспитывать надо в духе высоких нравственных идеалов, которые проповедует православная церковь. И вот если все это будет, и тогда уже, конечно, и священнослужители будут подключаться, и молитва должна быть церковная, и молитва должна быть личная. То есть всем миром можно бороться. А так же сейчас вы пойдете вместе со священником, ну и что? Ну, отругает вас в лучшем случае, или прогонит просто, если не побьет еще. И ваше предложение, по-моему, оно не будет иметь никаких положительных результатов. Если сам человек не поймет, что он болен, если сам человек не захочет лечиться или избавиться от этой страсти, ему никто не поможет. Только может быть чудо какое-то. Тогда надо молиться. Валентина, 58 лет, спрашивает, можно ли на кресте поместить табличку с фотографией умершего? Вы знаете, ну, таких каких-то ограничений нету. Но есть ли смысл в этом? Понимаете, у нас у всех ведь понимание и ассоциация с крестом – это Христос Спаситель, который победил смерть на кресте. И у нас у всех уже такое общепринятое понятие – на кресте должен быть изображен только Христос Спаситель, который был распят. Вот для нас это будет, наверное, правильно. Можно поместить фотографию на памятнике. Если вы сделаете какой-то памятник, ну, наверное, там можно поместить. Тогда это будет иметь какой-то смысл. Но я говорю вам свое личное мнение. А помещать фотографию на кресте, ну, наверное, будет не совсем правильно. Может быть, лучше просто написать, кто погребен под этим крестом. Фамилию, имя, отчество. Ну, может быть, даты рождения, дату смерти. Наверное, будет и все, и достаточно. Я вообще не сторонник того, чтобы помещали фотографии даже на памятниках. Но это дело личное, и это не имеет какого-то, знаете, такого миссианского, что ли, значения или мистического значения, символического значения. Это не имеет никакого значения. Так, в общем-то, как и сам памятник, он важен для тех людей, которые посещают кладбище. Для них это напоминание о том, что здесь покоится прах покойного. Ну, и напоминание всем нам о нашей предстоящей смерти. И вновь к вопросам от зрителей, которые смотрят нас на телеканале «Союз». Лидия, 60 лет невиномыск, спрашивает, что значит во всяком благочестии, чистоте, о какой чистоте говорится? Вы знаете, жизнь действительно у нас в храмах, на наших молитвах, в наших богослужениях, на эктиньях, которые произносят священник или диакон, есть призыв жить во всяком благочестии и чистоте. Ну, я думаю, что всем понятно. Конечно, имеется в виду не в чистоте внешней, да даже может быть и внешней чистоте. Но главное, речь идет о внутреннем, о благочестии. Церковь призывает нас всех жить в благочестии, быть достойным этой благой чести. А значит, жить правильно, жить по Евангелию, как мы говорим. Это значит воздерживаться от зла, не делать никому ничего плохого. Это значит исполнять заповеди Господни, жить по Евангелию, жить, делая все возможное, чтобы мы совершали дела добра, любви и милосердия. Ну и, конечно, конечно, в чистоте. А кто чист? Тот, у кого нету нечистых мыслей, помыслов, задумок каких-то. То есть самый чистый, добрый, который и самому человеку будет для блага, и окружающим людям не будет это вредить. Ну, то есть ничего нечистого. Сами понимаете, что может быть с завистью? Какие мысли нехорошие? Ну, то есть все порочное не должно быть в нашем сознании, в наших мыслях. Галина 58 лет, из Казани. У нее бабушка-самоубийца. Можно ли помочь ее спасению? Вы знаете, конечно, это очень сложный вопрос, а точнее сказать, это сложный очень ответ на этот вопрос. Вообще само явление самоубийства, это, как мы говорим, это тяжелейшее преступление человека против самого себя. Оно свидетельствует, это явление свидетельствует о том, что человек не верил в Бога. Хотя, вот знаете, иногда говорят, да вы знаете, но он верил в Бога. Он даже ходил в храм, но совершил вот этот акт самоубийства. Но вы знаете, верующий, искренне верующий человек в Бога, он никогда на такое не пойдет. Потому что он понимает, что это самое тяжелое, самое тяжкое преступление. Он сам себя лишает возможности иметь общение с Богом. Как бы тяжелого человека не было, а если он верит в Бога, он понимает, что Господь ему допускает какое-то испытание. Если Господь испытание допускает, то Он и поможет преодолеть это испытание. Надо просто не ослабевать, молиться, и Господь поможет. А если человек не верит, то, конечно, как избавиться от каких-то неприятностей, как избавиться от какой-то патовой ситуации, когда, казалось бы, нет выхода из положения. Это очень просто. Люди накладывают на себя руки и думают, что вот они тем самым погасят свои долги, избавятся от проблем. А на самом деле проблемы только для этой души начинаются. И этим проблемам уже не будет конца. И Господь Иисус Христос предупреждал об этом. И говорил неоднократно людям, чтобы они верили в Него, жили так, как Он учит этих людей. Ну и, конечно, у нас в течение многих столетий и в Русской Православной Церкви существовала, даже вот у нас до революции существовала практика, самоубийц хоронили даже за пределами кладбище. Понимаете, какое отношение? Это еще была и очень важная педагогическая составляющая. То есть людям показывали, вы посмотрите, что совершил человек. Его даже нельзя похоронить на кладбище, где все люди похоронены, усопшие. Вот это показывало, не делайте это тяжкое преступление. Человек сам себя обрекает на вечную погибель. И, конечно, человек, живущий на земле, уже не в состоянии ничего сделать. Но Церковь иногда проявляет свою любовь к тем, кто еще сегодня живой, и как бы утешая их, говорит, ну, вы знаете, ну, давайте вот приходите в храм. Хотя у нас, знаете, очень часто можно услышать, в домашней молитве можно поминать. Но это еще очень опасно, дорогие друзья. Я часто говорю, ни в коем случае не возлагайте на себя такой подвиг молиться за самоубийца, да еще и молиться на дому или у себя дома. Приходите лучше в храм, потому что в храме, в церкви, на богослужениях церковь молится за всех, о всех усопших православных христиан. И мы в этот смысл вкладываем ту идею, что Господь всех помянет усопших. И вот вы тут стойте в храме и вспоминайте ваших усопших. Молитесь за них и говорите, Господи, и вот такого помяни, и вот такого помяни. Прости ему, Господи. Дела милосердия в этом случае по мысли подвижников благочестия очень помогают и ослабевают. Но, в общем-то, конечно, надо возложить упованию на Бога. И я очень часто говорю об этом, что если мы все вместе с вами соберемся и проявим любовь самую искреннюю, то она все равно нисколько не может сравниться с божественной любовью к людям. И поэтому в этом случае просто надо говорить, Господи, да будет твоя святая воля. Прости ему, Господи, что он совершил это. Упокой его там, где ты посчитаешь полезным для души этого усопшего человека. Но и для всех, конечно, для всех живущих это должно быть очень серьезным предупреждением. Не делайте этого. Не делайте. Потому что возврата не будет. И мы уже знаем, что человек, который наложил на себя руку, он обрек себя на самое страшное. Раиса, 76 лет, из Самары, спрашивает, о чем говорит откровение Иоанна Богослова. Вы знаете, это одна из наших канонических книг, которая завершает весь сборник канонических книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета. «Апокалипсис» – это последняя книга в кодексе новозаветных книг. Написана она была апостолом, евангелистом Иоанном Богословом. И само слово «апокалипсис» говорит о том, что идет рассказ о том, что ожидает человечество накануне пришествия в мир Христа Спасителя. То есть то, что ожидает человечество в конце, как мы сегодня говорили, уже в конце света. Как это произойдет. То есть, конечно, книга, она и до сегодняшнего дня еще не до конца изучена, она не до конца открыта, и она не употребляется так, как употребляются в богослужении другие книги Священного Писания. Она действительно сегодня еще сокровенная. Но там говорится о том, что ожидает человечество накануне пришествия Христа Спасителя. Вопрос из Белоруссии. Нина, 72 года, ездила по святым местам, везде брала землю. Что с ней теперь делать? Я даже не знаю. Вы знаете, есть вот у нас такая традиция, да, брать землю. Но, вы знаете, разных у нас ведь много традиций. Я знаю, что кто-то ездит, допустим, в Иерусалим, но привозит оттуда камешки, там, с голков, у гроба Господня. Хотя это, ну, вроде бы, уже и негде взять. Но люди хотят вот что-то привезти такое, вот, теплое, напоминающее. Я иногда говорю, знаете, я рекомендую брать иконочки. Вот, может быть, иконочки, может, картинки, чтобы вам напоминали. Конечно, какого-то мистического значения. Ну, она не может, не имеет вот эта земля, да. Ну, привезли, ну, не знаю, может быть, у себя в садике, в огородике где-нибудь там посыпьте цветочки. Кто-то хранит камешки. Вот, ну, тоже неплохо, может быть, у вас все это будет. Но это только как напоминание о том, где вы были, что вы видели. Ну, вот, наверное, и все. Ну, еще две минуты у нас есть в эфире. Вопрос от Тамары, 58 лет, Белгородская область. Она спрашивает, почему молодые люди, даже венчаны, разрушают свои семьи? Ведь они идут против Бога. Вы знаете, ну, я бы так вот категорично не стал говорить, что они идут против Бога. Вообще, конечно, все мы, кто нарушаем заповеди Божьи, мы этим самым как бы противимся Богу. Это естественно. Но молодые люди, даже венчаны. Я очень часто ведь говорю, вы знаете, то, что молодые люди, вступая в брак, венчаются, то, что молодые люди приносят своих детей и крестят, и просят, чтобы их меры помазали, но это еще не панацея от каких-то болезней, от скорби, от печали. Нет, друзья мои, сегодня очень часто можно услышать, знаете, вот это оберег от каких-то там болезней, от скорби. Вот это вещь, там, этот предмет оберегает. На самом деле не оберегает. И венчание, оно не создаст счастливую жизнь, если мы сами не будем к этому стремиться. В этих таинствах и в крещении, и в миропомазании, и в бракосочетании человек испрашивает благословение у Бога на предстоящую жизнь в таинстве крещения, и спрашивает у Бога благословение и помощь Божьей благодать Святого Духа в таинстве миропомазания, и спрашивает благословение у Бога в таинстве венчания на совместную семейную жизнь, рождение, воспитание детей. Господь не спосылает свое благословение, а вот дальше мы должны уже трудиться. Вот если мы не будем трудиться и будем думать, что все, теперь за нас все Бог сделает, да, это, знаете, очень легкомысленно, это не соответствует действительности. Господь благословляет, и если мы будем жить в соответствии с полученным благословением, и так как учит нас церковь, то тогда действительно Господь нас будет и благословлять, и помогать, и будет нас ограждать от каких-то печалей, скорбей. Если мы будем действительно утром и вечером, как это принято, молиться и просить, чтобы Господь оградил нас от каких-то бед, напастей, искушений, каких-то проблем, Господь будет нас предупреждать, Господь будет нас ограждать. А если мы один раз в жизни пришли, крестились, миропомазались, второй раз в жизни пришли, венчались и больше к Богу обращаться не будем, то при чем здесь Господь? Наша с вами жизнь должна сочетаться с волей Божией и благословением Божьим. Если мы будем трудиться, то и Господь будет нам помогать. А если не будем трудиться, то, извините, на Бога сваливать не следует. Благодарю вас, Владыка. Спасибо, что пришли и ответили на вопросы наших зрителей. Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Аминь. 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 Аминь.